Служение Дерека Принца. Война на Земле. Часть первая. Большое спасибо. Пусть Бог благословит вас. Вчера, если я правильно помню, и память меня не подводит, мы говорили о духовной войне на небесах. Сегодня мы пойдем дальше и поговорим о духовной войне на Земле. В основном на Земле мы воюем с демонами или злыми духами. Именно об этом мы поговорим сегодня. А начну я с короткого свидетельства. В сентябре прошлого года я жил со своей замужней дочерью в Великобритании. Она арабского происхождения. И вот я решил пройти медосмотр, и меня направили на консилиум. Это медицинский совет. Вот мне диагностировали рак мочевого пузыря. Я прошел тщательное обследование, цистоскопию и внутренний осмотр. Мне сказали, что это опасная форма рака, потому что он может распространиться и на другие органы тела. Я не был напуган. Я чувствовал, что у Бога все под контролем. Как я уже сказал, тогда я жил со своей дочерью. У ее семьи был друг, викарий. Думаю, не все знают, кто такой викарий. Это самый низкий сиан в англиканской, или, как здесь говорят, в епископальной церкви. И вот мы с дочерью находились дома, и нам позвонил этот викарий. Он годится мне во внуке. Он сказал, я хотел бы прийти и помолиться за вас. Можно мне прийти? Конечно же. Я сказал, да. Он был стеснительным и сел в другом конце комнаты. Со временем я сказал ему, поймите, я не ожидаю, что после вашей молитвы я непременно буду мгновенно исцелен от рака, но все равно молитесь за меня. Он пришел. Я сидел в кресле. Он встал рядом со мной, положил руку мне на плечо и начал молиться. Мне казалось, что у меня в груди дерутся кошки. Я никогда не ощущал такого сильного конфликта внутри. Я издал громкий и продолжительный рев. Это был не просто крик, а рев. В тот момент я понял, что я был освобожден от демона рака. Прошло уже полгода, и, насколько я знаю, в моем теле нет никаких признаков рака. Поэтому я хочу сказать, что свобода от демонов окупается. Не стыдитесь этого, не бойтесь. Просто примите то, что Бог имеет для вас. А сейчас давайте посмотрим на служение Иисуса в вопросе освобождения от демонов. Мы прочитаем Евангелие от Марка, первую главу. Это описание начала служения Иисуса. Если вы посмотрите внимательно, то речь тут идет не о человеке, а о нечистом духе. Начнем мы с 21 стиха. Тут написано. «И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел им в синагогу и учил». И дивились его учения, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым. Могу предположить, что этот человек много лет посещал синагогу, как хороший, религиозный человек. Ну а далее сказано, он вскричал и сказал, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Демон в человеке сразу узнал Иисуса. Ученикам понадобилось 12 месяцев, чтобы понять то, что было известно демону. То есть это существа со сверхъестественным знанием. Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи». В оригинале сказано, «Надень намордник и выйди из него». Иисус обращался не к человеку, а к демону, к человеке. Важно, чтобы вы это понимали. Мы разбираемся не с людьми, а с демонами, которые в нас или в других людях. Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. Видите, тут присутствуют две личности, демон и человек. Две личности. Человек, личность, демона или нечистого духа, который был в человеке. Иисус разобрался не с человеком, а с демоном в человеке. И ему не было стыдно. Знаете, что делают в некоторых церквях? Даже в пятидесятнических они выводят такого человека из зала и закрывают его в подвале. И кто-то из дьяконов заботится о нем. Я не выдумываю. Я сам это видел. Слава Богу, что нам не нужно выгонять человека из церкви. Нужно выгнать демона из человека. А человек должен оставаться в церкви. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются им? И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Хочу заметить, что Иисуса не сразу признали Сыном Божиим. Первое, что привлекло в нем, так это его способность изгонять демонов. Так его репутация распространилась по всей окрестности. А теперь стихи 32, 33 и 34. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых». «Одержимый» — это плохой перевод. И меня очень расстроил современный перевод, в котором тоже используется это старое религиозное слово. Я протестую, потому что слово «одержимый» говорит о владении. Если вы одержимый, то вами владеет демон. Я не верю, что рожденный свыше верующий может быть одержим демоном. Тут используется греческое слово, которое можно перевести как «бесноватый». Я думаю, что многие рожденные свыше верующие все еще бесноватые, то есть в их жизни есть сферы, где Дух Святой еще не имеет полного контроля, и там нужно разобраться с демоном. Приносили к нему всех больных и бесноватых. Заметьте, они приходили не за освобождением, а за исцелением. Но во время исцеления многим понадобилось освобождение от демонов. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. То есть все демоны знали, кто такой Иисус. Иисус изгнал много бесов. Многие из вас изгоняли бесов. Мне не нужна демонстрация силы. Я лишь хочу знать, насколько мы близки к стандарту Иисуса или насколько мы далеки от этого стандарта. Я хотел бы посмотреть на руки тех, кто уже изгонял бесов. Вы можете сказать, что они не были христианами? Да, они были евреями. Они жили по закону Моисея. И в большинстве случаев они вели более праведную жизнь, чем большинство американцев сегодня. Наказанием за прелюбодеяние была смерть. Если бы это же наказание применялось сегодня, то мы бы потеряли четверть населения Америки. Я полностью прав и уверен в этом. Я ведь не преувеличиваю, нет? Поэтому не думайте, что эти люди были неправедными. Демонам довольно комфортно во многих церквях. Ну что ж, давайте продолжим. Евангелие от Марка, 1 глава, 39 стих. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Иисус сделал две вещи. Проповедовал и изгонял бесов. Он не только проповедовал, но и разбирался с проблемами людей. Когда Бог привел меня в это служение, то первые 2-3 года я делал именно это по всей Америке. Я проповедовал и изгонял демонов. Мне не было стыдно, потому что я не могу превзойти Иисуса. Я могу делать лишь то, что делал Он. Итак, это важная часть христианского служения и постоянная составляющая служения Иисусам. Это не что-то удивительное или странное. Это именно то, что делал наш Господь, Иисус Христос. А далее мы откроем с вами Евангелие от Луки, 13 главу, и посмотрим 31 и 32 стихи. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили Ему, «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им, «Пойдите, скажите этой лисице». То есть Ироду. Видите, Иисус не стеснялся в выражениях. «Скажите этой лисице, «Вот, изгоняю бесов и совершаю исцеление». «Сегодня и завтра, и в третий день кончу». Иными словами, Иисус сказал, «Все свое служение я буду делать две вещи — исцелять больных и изгонять бесов». С этого он начал, это он продолжал, и этим он и закончил. Это модель земного служения Иисусам. Я не собираюсь ее улучшать. Если я сделаю хотя бы малую часть того, что сделал он, я буду удовлетворен. Это служение освобождения от демонов играет очень важную роль. Если вы прочтете Ветхий Завет, то заметите, что все чудеса, совершенные в Новом Завете, совершали и Ветхим. Исцеление — больных, воскрешение из мертвых, но демонов никогда не изгоняли. Вы не найдете таких примеров в Ветхом Завете. А далее Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. Иисус сказал, «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие». То есть то, что он изгонял демонов, было признаком того, что Царство Божие пришло. Такое чудо не совершалось в Ветхом Завете. Оно является четким провозглашением того, что Царство Божие пришло. Изгнание демонов — это война между двумя царствами, Царством Божиим и Царством Сатаны. Иисус демонстрировал победу Царства Божьего через изгнание демонов. Давайте прочтем инструкцию Иисуса к ученикам. Опять же, Евангелие от Матфея, 10 глава, 7 и 8 стихи. Я не буду рассказывать предысторию. На это нет времени. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Даром получили, даром и давайте. То есть, по словам Иисуса, мы должны делать четыре вещи. исцелять больных, очищать прокаженных, воскрешать мертвых и изгонять бесов. Вот в чем заключалось служение учеников. Вы спросите, «А вы видели воскрешение мертвых?» «Да, видел». Когда я был директором педагогического колледжа в Африке, два моих студента умерли, а потом воскресли. Они рассказывали очень интересные истории о том, что происходило с их духом, когда он покидал их тело. Я говорю это, потому что кое-кто не верит, что мертвые воскресают, но на самом деле они воскресают? Воскресают, конечно, не все, а лишь те, кого решил воскресить Господь. Давайте еще раз взглянем на ту инструкцию. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Но оказывается, что одной проповеди недостаточно. Вам нужно демонстрировать достоверность своих слов. Поэтому Иисус сказал, «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Четыре вещи, и одна из них — изгинание бесов. А в Евангелии от Марка 16 главе, в конце Евангелия, после своего воскресения, Иисус дает последнее наставление всем, кто будет проповедовать Евангелие, и сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, и на этом мы остановимся. Кто из вас слышал об иных языках? Все слышали. Это очень популярная тема. А кто слышал об изгнании демонов? Кто видел это на практике? Хм, слава богу, вы. Прекрасная церковь. Но я хочу заметить, что первое сверхъестественное знамение — это не иные языки, а изгнание бесов. Как видите, в нашей теологии и в ее практике есть пробелы. Одни вещи мы практикуем, а другие нет. Но правильно делать именно так, как сказал Иисус. А теперь давайте посмотрим, как они его послушались во время земного служения Иисусом. Евангелие от Луки, 10 глава, 17 по 20 стих. Он отправил 70 учеников, чтобы они приготовили ему путь. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем». Это больше всего впечатлило их. Это было чем-то новым. Исцеление и чудесное обеспечение не были новинкой, а вот власть над демонами привела их в восторг. Иисус сказал, «Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Я хочу сделать на этом акцент, потому что позже мы приступим к делу. Ничто не повредит вам, поэтому не бойтесь. Демон не имеет никакой власти над истинно верующим, который понимает свои права. Один из самых интересных примеров находится в книге «Деяний». Кто из вас знает, что только один человек в Новом Завете назван евангелистом? Вы об этом знали? А знаете, кто он? Филипп. Он единственный человек, названный евангелистом. Его служение описано в «Деяниях» в 8 главе. То есть можно сказать, что его служение — это модель служения евангелиста. И вот что говорится об этом в «Деяниях» в 8 главе, 5 стихе. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Я рад, что у него не было сложной теологии. Он проповедовал Христа. Послание евангелиста очень простое. В Самарии он проповедовал Христа. А когда встретил Евнуха, проповедовал ему Иисуса. Это и есть послание евангелиста. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. У Филиппа не было комитета или спонсора. У него не было помещения и подготовленного хора. Все эти вещи хороши, но они не самые важные. Самое важное — это проповедь Евангелия, которая сопровождается знаками. Тогда вокруг вас всегда будет толпа. Не нужно тратиться на дорогое помещение или на хор. Знаете, у меня в Африке есть друг. Он евангелист. Он говорит, что в Африке не проблема собрать толпу. Он говорит так. Я прихожу в поселок и спрашиваю, сколько там больных. Их приносят. Я молюсь. Они исцеляются. И вокруг меня собирается толпа. Больше ничего делать и не нужно. Это и есть новозаветный евангелизм. Я не критикую другие способы, но они более хлопотные и более дорогие. Продолжим. Так, Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп. Слышай, видя, какие он творил чудеса. Что привлекло толпу? Чудеса. Совершенно верно. Чудеса — это не дополнение и не аксессуар, а важная составляющая евангелизма. Еще раз хочу заметить, что во всем Новом Завете только один человек назван евангелистом. И это Филипп. Если он не является нашим примером, то у нас нет примера. Читаем дальше. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими, вернее, бесноватых, а выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Это и есть служение евангелиста. Он должен проповедовать Христа Мессию. И это послание сопровождается сверхъестественными знамениями, исцелениями и изгнанием бесов. Тогда вокруг вас будет толпа. Вы также можете столкнуться с сопротивлением, но все это идет в одном наборе, так сказать. И обратите внимание, что на своих собраниях они не поддерживали атмосферу абсолютного достоинства. Я вырос в англиканской церкви. В ней нужно было ходить на цыпочках, нужно было сидеть тихо, не повышать голос. Все было тихо и размеренно. Люди, одетые в праздничные наряды, произносили красивые слова в англиканской Библии, одни из самых красивых духовных слов. В детстве я наблюдал за этими людьми. Когда они выходили из церкви, я спрашивал себя, «А они действительно верят в то, что они говорят?» Я не мог ответить на этот вопрос. Помню, я думал, «Если бы эта возвышенная дама уронила свою кружевную перчатку, а я подбежал и подобрал бы ее, по перчатке она радовалась бы больше, чем всему, что она сказала во время литургии. Достоинство, достоинство, рознь». Часто религиозное достоинство является прикрытием для деятельности демонов. Однажды я был на служении известного американского евангелиста. Вы все знаете ее имя. Какое-то время она была моим хорошим другом. На одном из ее служений одна женщина начала демонстрировать демоническую активность. Знаете, что они сделали? Два человека взяли ее под руки и вывели из зала. Вот и все. Это трагедия. Она отчаянно нуждалась в служении евангелиста, но евангелист переживала, что это испортит ее репутацию, и люди не будут приходить на ее собрание. Думаю, она ошибалась. Я ее уважаю. Она уже ушла к Господу, но в моей памяти навсегда осталась та отчаявшаяся женщина, взывающая помощь, которую просто выкинули из зала. Когда я однажды выгнал демона из одной женщины в церкви, то после ко мне подошла одна из прихожанок и сказала, «Знаете, что бы сделали в другой церкви? В подобном случае там бы сказали «Наша сестра нуждается в помощи, и отвели бы ее вниз, в подвал». Но это не библейский подход. Ей нужна помощь, но не подвал. А сейчас я хочу дать вам краткое описание демонов, как я его вижу. Мое понимание ограничено, поэтому я сделаю все возможное. Первое, что следует сказать, они — существа без тел. Демоны — это личности, и они отличаются друг от друга. Демоны не похожи друг на друга. Помню один случай. Я молился за одного мужчину. Его жена пришла ко мне и сказала, «Моему мужу нужно освобождение». Я совершил ошибку и помолился за него на основании слов его жены. Я больше никогда так не делал. Если ему нужно освобождение, то он сам должен сказать мне об этом. Когда я начал за него молиться, он пришел в бешенство, она отвела меня в сторону и сказала, «А дома он бросается стульями». «Почему вы не сказали этого до того, как мы начали?» Демоны начали говорить через того человека, и один из них сказал, «Я нечистый». Я подумал, что не хочу позорить этого мужчину на глазах у жены. Мне в голову приходили разные виды нечистоты, и я сказал, «Дух нечистых мыслей, выходи из него». А он ответил, «Это не мое имя. Все равно выходи». И это тоже не мое имя. Мы не всегда осознаем, что демон — это личность. Он желает, чтобы его называли его именем. В конце концов, он вышел. Но он несколько раз повторил, что это не его имя. Я хочу донести до вас, что это личности с разными чертами характера. Я уже это говорил, но скажу еще раз. Не нужно называть их дьяволами. «Дьявол» — это греческое слово, которое означает «клеветник». Это титул самого сатаны. А мы имеем дело с «даймонион» или «демонами». Но ни в коем случае не с дьяволами. Это совершенно другие существа. Откуда они взялись? Не думаю, что кто-то имеет абсолютно правильный ответ. Я считаю, что, скорее всего, это бесплотные духи до Адамовой расы, которая погибла от Божьего суда между бытием первым стихом и вторым стихом. Я рад узнать, что ваш пастор думает так же. Я прав? Да? Хорошо. Спасибо. Мы можем ошибаться, но это лучшее, до чего я додумался. Но характерная черта демона — это то, что он отчаянно желает обзавестись телом. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады. Продолжение следует...